В Шарыповском районе дети с ограниченными возможностями здоровья теперь могут чаще посещать реабилитационный центр. Их будут привозить на социальном такси. В рамках краевой программы район получил спецавтомобиль, а социальный партнер приобрел инвалидные коляски и переносные пандусы. Репортаж Александры Арепьевой. Дети-инвалиды Шарыповского района теперь смогут заниматься в реабилитационном центре. Для несовершеннолетних в этом году услуга социального такси стала бесплатной. Бензин для машины закупил социальный партнер, а также приобрел 8 новых инвалидных колясок и 2 пары переносных пандусов. Теперь дети с ограниченными возможностями из отдаленных сел и деревень Шарыповского района смогут ездить в город на развивающие занятия. Иди с улицы, держи ребенка. Светлана с малышкой Анечкой приехала на занятия за 30 километров в город Шарыпово. Теперь семья чаще может посещать реабилитационный центр. В регионе действует целевая программа «Доступная среда для инвалидов». В прошлом году Шарыповский район направил заявку в Министерство социальной политики края. Тогда же пришла новая машина на 6 мест, оборудованная специальным подъемником. Есть бабушки, ходячие, сами ходят. Значит, подняться не могут сюда, подножки высокие. Встают, опускают подъемник, они встают, заходят, поднял. Все тут. Прошли по машине, сели и поехали. С появлением машины в Шарыповском районе запустили в работу социальное такси. Однако в прошлом году услуга была платной. Километр стоил 7,5 рублей. В этом году помог социальный партнер. На деньги Березовской ГРЭС закупили топливо. До конца года услуга социального такси стала бесплатной. Правда, только для несовершеннолетних. Все дети Шарыповского района имеют возможность посещать регулярно реабилитационные услуги Шарыповского центра городского. В районе нет, но есть городской центр социального обслуживания населения, отделение реабилитации. Здесь наших деток принимают бесплатно. Для взрослых услуга социального такси осталась платной, но им предоставляют льготы. В Шарыповском районе 48 детей с ограниченными возможностями. Светлана с трехлетней дочкой теперь приезжает в город дважды в неделю. Они проходят курс развивающих упражнений. В распорядке дня групповые занятия, массаж и посещение комнаты психологической разгрузки. Мама замечает изменения в состоянии ребенка. Раньше такого семья позволить не могла. Слишком дорого было для семейного бюджета. Нам с района очень тяжело было добираться где-то на такси, на автобусах. Это очень сложно. Она после занятий очень встает. Мы очень благодарны, что нам предоставили такую возможность ездить. Нам очень нравится с детьми заниматься. В крае немало примеров частного и государственного партнерства. Машина предоставлена в рамках краевой программы. А топливо для спецавтомобиля, а также новые инвалидные коляски и другое оборудование приобрела Березовская ГРЭС. Социальные работники Шарыповского района готовят новый проект и надеются, что услуга социального такси для детей останется бесплатной и в следующем году. Александра Арепева, Дмитрий Шевцов. Новости.